Официантка Лейли Исмаил Заде готовится к рабочему дню. Нужно протереть посуду, подготовить столы и быть в хорошем настроении. Это здесь самое главное. Лейли работает официанткой в ресторане Чинзана и праздник для нее обычный рабочий день. Главная цель создать людям хорошее и праздничное настроение. Потому что у нас приветливые гости, очень дружный коллектив, очень интересная работа, знакомимся с новыми людьми всегда. У нас очень часто бывают иностранцы. Это очень интересно, очень познавающе. И с гостями отпраздную, и с коллегами, и с семьей. 8 марта в Шымкенте отмечают по-особенному. В различных таксопарках и общественном транспорте представительницам прекрасного пола делают скидки и дарят цветы. Сегодня с Международным женским днем поздравляют девушек и женщин с 8 марта. Среди них и те, кому придется 8 марта работать. Мирвир Турсумбаева, сотрудник ЛТД Турмыс. Она отвечает за чистоту на улицах города. Я, как и все, работаю и чищу улицы, ухаживаю за цветами. Завтра тоже работаем, правда, не весь день, а полдня. Но на работе сказали, можно не приходить. Ну а как не придешь? Мужчины ведь не справятся. А вот молодежь относится к этому празднику по-своему. В сети пошла волна объявлений, мол, 100 роз на прокат. Девушка всего за тысячу тенге делает фото на память с цветами и выкладывает его в сеть. Одни говорят, что это подарок незнакомца, а другие вовсе расписывают целый сценарий. Главное, по мнению девушек, это внимание к самой к себе. Вы бы согласились взять аренду букет из сотни роз и сфотографироваться с ним за тысячу тенге? Нет. А зачем мне это нужно? Захотелось за тысячу тенге взять в аренду букет из сотни роз и сфотографироваться? Да. Почему? Нравится? Нет. Почему? Ну не знаю, как-то фотографироваться для соцсетей, не знаю, не для меня. Нет. Почему? Не хочу. Почему? Не хочу просто. 8 марта – выходной день. В женский праздник большинство мужчин стараются взять домашние дела на себя. Но без помощи дам обходится не все. Пока никак. Завтра уже начнем подготавливаться. Ну не знаю, близким, наверное, цветы дарить. Там дальше. Радости, улыбок. Как обычно, с семьей, скорее всего, с женой, с матерью. На кухне будете помогать? Я и без 8 марта помогаю, в принципе. Покупаю подарки, там готовлюсь. А на кухне будешь помогать? Да, скорее всего, маме. Спасибо за красивые весенние цветы. А на телеканале «Отерар» этот день отмечают по-особенному. Для представительниц прекрасного пола мужчины приготовили сюрпризы и букеты цветов. С раннего утра в поле телекомпании играла музыка, и каждая сотрудница телеканала была приглашена на именной праздничный танец. В народе бытует мнение, и часто мужчины шутят между собой, мол, в году у женщин только один праздник. Но это, конечно же, шутка. Вы сами создаете для нас праздник своим присутствием. Коллектив телекомпании «Отерар» поздравляет всех женщин Казахстана с этим замечательным праздником. И желаем вам здоровья. Шудин Саидов, Баужан Джусипов, Камила Сайфулина. Информационная служба телекомпании «Отерар». «Отерар» 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 «Отерар»